Всем привет! Меня зовут Сара. Добро пожаловать на мой канал. Это Детёка Раскоп. Потрясите лесного рак на период с 14 по 21 июня. Мы кратенько пройдёмся по всем сферам жизни. Что будет происходить в семье, в работе, в карьере, в финансовой сфере. Посмотрим, что вас будет поддерживать, чего вам не следует делать. Возможно, звезды приготовили вам сюрприз, либо скажут вам предупреждение. И уверяю вас, карты никогда не уйдут. Лучше прислушаться к их советам. Да, если у вас есть в жизни какая-то сложная ситуация, либо вы хотите у вас профессиональный гороскоп, я составляю не только гороскопы, а также рассматриваю любые ситуации. И вы можете связаться со мной по любым каналам, связи. Все мои контакты вы найдете под этим видео. И я с удовольствием буду работать на вас бесплатно. Да, вы не ослышусь. Итак, мы начинаем. Какая же будет атмосфера для представителей знак РАК в период с 14 по 21 июня. И что мы видим? Мы видим здесь солдатам. Возможно, речь идёт здесь о военнослужащем. Вы будете полны сил. Но это не обязательно, что вы военные, что это, знаете, гороскоп только для военных. Нет, конечно. Но вы будете такой, знаете, здесь, причём, карта показывает нам вдвойне такого человека сильного. Руна, урус, чётко нам указывает на человека «Вижу цель, не вижу препятствий». Вот речь пойдёт именно о таком человеке. Также карта говорит, ну, это не обязательно мужчина, это может быть и женщина. Потому что карта нам чётко указывает на женщину. Это такая часто незамужняя, страстная, эмоциональная, возможно, начальница, дама богатая и знающая в себе цены. Если вы женщина, то вы. Если вы мужчина, то именно такая дама будет играть в вашей жизни вот такую роль. И, возможно, вы будете пытаться завоевать её сердце. Что будет происходить в плане семьи? Ну, здесь, смотрите, здесь любовь, здесь любовь, наслаждение. Вы будете, знаете, такая любовная идиллия. Руна Геба чётко говорит о партнёрстве и о любви. Но также, может, знаете, намекать на то, что смотрите, не упустите свой шанс и не упустите своего партнёра. Потому что карты могут над вами сгустились тучи и, может быть, это чревато каким-то расставанием, конфликтом. Либо вы можете упустить вот эту свою любовь. В общем-то, будьте очень внимательны и трепетно относитесь к своему партнёру, либо к своей жене, либо к своему супругу. Что будет в плане работы для раков? В работе. В работе вас... Опять, карты говорят, что вы будете чувствовать себя на высоте, влюблённым таким, знаете, влюблённым мальчиком. Даже если вам за 50, я знаю, что у меня многие мужчины смотрят, я провожу аналитику своего канала. Будет поддерживать вас семья. Возможно, здесь речь идёт о семейном бизнесе. Но! Но! Какие-то у вас будут ограничения. Что-то вам нужно... Обратите внимание, пожалуйста, на своё окружение, на работе. Наверное, на вашем окружении есть такой человек, который портит как бы атмосферу вашу, потому что карта болезненно это указывает. Немножко проблемы. Может быть, вам просто будет нездоровиться в этот период, мои дорогие раки. Что будет происходить в плане отношений? А в кеме отношений вас ждёт развитие? Мы на этой карте видим молодую, юную девушку. Возможно, это ваша подруга, либо сама вот девушка, или женщина смотрит меня. Карта указывает на... Показывает нам чётко на беременность. Если вы женщина, то вы узнаете свои беременности. Если вы мужчина или парень, возможно, ваша девушка порадует вас новостью о том, что она беременна. Возможно, вас ждёт визит к врачу. Вы захотите, потому что чётко карты указывают. То есть всё это будет, знаете, происходить, вот эти события все вокруг вот этой новости. Возможно, это даже, знаете, не обязательно беременность. А может, уже кто-то беременный, и вот уже будет эта беременность разрешиться, и, наконец, вы станете отцом или мамой. Чем я вас и поздравляю. Дети, это всегда радость. Что будет поддерживать вас? Вы будете стоять перед выбором. И, скорее всего, вы будете стоять перед выбором. Да, и, скорее всего, вы сделаетесь, смотрите, не промахнитесь, потому что от этого выбора будет зависеть дальнейшее ваше будущее. Ну, скажем так, потому что так всегда происходит. Скажем так, то, что сегодня происходит с нами, это, как правило, результат нашего выбора в прошлом. И, соответственно, наше будущее зависит от того выбора, который мы сделаем сегодня. Вот. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и рассудительны, когда будете стоять перед выбором. Свешивайте все за и против. Какие будут помехи? Помех особых не будет. Это будет деловое общение, звонки, письма, встречи, новые возможности. Вы следуете, как Карта уже сказали, вы следуете по зову своего сердца, как Луна Солу нам об этом указывает. Но помехи, скорее всего, стремитесь улучшить свое материальное положение. И, возможно, будут какие-то, знаете, просто задержки. Помех особых я не вижу. Просто будут некие задержки на пути к вашему материальному благосостоянию. Какой будет результат? Результат, к сожалению, я вам хочу сказать, что у вас состоится разговор. В вашей жизни есть некий человек, который ваш недоброжелатель. Смотрите, это человек враг. У вас будет такой, знаете, неприятный разговор, конфликт с этим человеком, дисбаланс, он несет некий дисбаланс в вашу жизнь. Возможно, сплетни, козни. Он такой какой-то неприятный будет. И это что-то разрушит, принесет разрушение в вашу жизнь. Поэтому будьте очень-очень внимательны и осторожны. Вот это такая будет, знаете, это, как говорится, под занавес. В следующей неделе на горизонте появится какой-то враг. Возможно, это вы знаете, о ком идет речь. Что станет сюрпризом? Ну, сюрпризом, смотрите, Руна Торисис нам показывает человека, который борется с сложностями, с трудностями. Он такой, видите, много против него ополчилось, восстало, и он с этим борется. Чтобы достичь своей цели, успеха. Человек амбициозный. Человек, стремящийся занять высокое положение, стремящийся к своему финансовому благосостоянию. Но, к сожалению, в какой-то момент вы просто не рассчитаете свои силы. И вы можете, ваше здоровье просто вас подведет. Поэтому будьте очень рассудительны, взвешивайте все свои возможности. И ваши рассчитывайте свои силы, скажем так. Расставляйте приоритеты, потому что это может подорвать ваше здоровье. Возможно, вот эта встреча с каким-то недоброжелательным врагом. Какой же вам совет? Совет такой, что вы человек амбициозный, вы человек, не боящийся трудностей. Вы человек, не боящийся бороться с этими трудностями. Человек воин, который смело вступает в бой с сложностями и прекрасностями судьбы, скажем так. Даже при том, что при неожиданных каких-то неудачах, провалах, каких-то, знаете, неожиданных непр доброжелательных врагах. Как карта нам показывает, здесь могут быть ссоры, обманы, воровство, банкротство, нападение, ну все что угодно. Не теряйте надежду. Никогда не теряйте надежду. Пока жива надежда, пока вы живы, у вас всегда есть возможность все исправить. Поэтому карта вам четко говорит, не теряйте надежду. Да, неделя сложная, неделя напряженная, поэтому, пожалуйста, рассчитывайтесь свои силы, так, чтобы вы к концу недели просто не слегли. Не пришлось викенд проводить в постели, либо на больничной койке, не дай бог. Вот такой прогноз для представителей знака РАК на период с 14 по 21 июня. Если вам понравилось видео, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. А я благодарю вас за внимание. И скоро увидимся снова. Я с радостью работаю для вас. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok